Марка Kia оформила сертификационные документы сразу на две долгожданные новинки. Первая из них это кроссовер Seltos, выпуском которого займется калининградский завод Автотор. Опубликованное Росстандартом одобрение типа транспортного средства гласит, что в России Seltos у приготовлены сразу три двигателя, два атмосферных и один турбированный. Младшему мотору положены шестиступенчатые коробки передач, механика или классический автомат. Причем отдача двухпедальной версии будет немного меньше. Двухлитровый Seltos выпустят с вариатором, а топовую турбоверсию с семиступенчатым преселективным роботом. Покупатели атмосферных версий смогут выбрать передний привод, а самый мощный Seltos строго полноприводный. Судя по габаритным размерам, Seltos в Россию приедет в корейском варианте дизайна. Как известно, версия для Китая и Индии построена на другой платформе и отличается упрощенным оснащением и меньшими габаритами. Не будет долгим и ожидание большого внедорожника Kia Mahave. Свежая версия модели также получила российское одобрение типа. Напомним, что речь о новом поколении не идет, ведь корейцы сохранили кузов образца 2008 года. Но передняя и задняя части оформлены совершенно иначе. Сообщают, что по качеству интерьера внедорожник дорос до флагманского седана K900. Mahave будут по-прежнему продавать только с турбодизеля. В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат. Усилитель руля теперь не гидравлический, а электрический. И это намекает на расширенный список электронных помощников. Появление сертификата означает, что производство машин можно начинать. Мы предполагаем, что Kia, Seltos и Mahave попадут к российским дилерам уже до весны.